Добрый день, коллеги. Начинаем семинар очередной от Университета Иннополис. Тема семинара «Индустриальный проект по распознаванию паспортов». Докладчик Рассабин Максим, инженер-исследователь Университета Иннополис. Максим, вам слово. Докладчик Рассабин Максим, инженер-исследователь Университета Иннополис. Докладчик Рассабин Максим, инженер-исследователь Университета Иннополис. В основном были фотографии. Оно подается на вход алгоритма, и на выходе мы ожидаем JSON-файл, в котором распознаны следующие графы. Это фамилия, отчество, пол, дата рождения, мета рождения, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, серия, номер. Какие основные проблемы в этой задаче сразу же можно выделить? Основных проблем мы выделили три. Первое – это распознавание символов, то есть применение какого-либо OCR-алгоритма, object, character recognition, ориентация паспорта. Также необходимо ее было распознавать каким-либо способом, потому что изначально было указано, что паспорт может быть в произвольной ориентации, сфотографирован, перевернут или немного под наклоном. Соответственно, перед непосредственным распознаванием графов его надо было выравнивать. И распознавание графов. То есть отдельно нужно было обнаруживать те места на снимке, которые соответствуют определенным графам паспорта, тем же фамилиям, отчествам и датам. Тот, кто знаком с задачей распознавания символов в компьютерном зрении, может мне сразу сказать, мол, а что такого? Существует такая библиотека, как Tesseract. Она очень популярная, у нее довольно неплохая точность, в том числе на русском языке. Что бы ни взять, просто вот целый паспорт и передать на обход этой библиотеки, посмотреть, что он там распознает. Вот, например, у нас есть такой пример паспорта. Искусственно сгенерированная часть. Явно у нас в России нет Ланнистера. Но слева мы можем видеть то, что выдал Tesseract, если задать ему распознавание всей страницы. Мы можем увидеть, что по сути-то да, по сути многие графы довольно адекватно распознаны даже вот в такой скомканной задаче. Но основная проблема в том, что нам нужно будет сопоставить в будущем каждый из наборов символов к определенной графе, которую нам надо распознавать. Нам надо точно понять, что отделом внутренних дел и потом Октябрьского округа – это именно графа, кем выдан, то есть УФМС и так далее. Но когда используются Tesseract или другие любые алгоритмы на полную страницу паспорта, получается такой сумбурный вывод, который невозможно нормально разделить и выделить от нужной информацию, чтобы она не менялась от паспорта к паспорту. Именно для этого и решалась задача поиска графа, то есть Object Detection. Так, но в этой задаче нахождения графа паспорта также можно отметить основную проблему. Эта проблема в том, что не существует дата-сета для данной задачи, отсутствует как публичный дата-сет, так и был исключен дата-сет от заказчика. Заказчик нам предоставлял только лишь доступ к своим данным на своей машине, по защищенному протоколу, и у нас не было возможности взять эти данные и разметить как-то, потому что это нарушается приватность клиентов-заказчика. Тут на помощь пришли студенты с похожим проектом по распознаванию паспорта. Они очень смело взяли 200 изображений открытых паспортов, большинство из них просто искусственно сгенерированных, как, например, на предыдущем примере с Ланнистером, и разметили вручную. Ребята разметили этот дата-сет и обучили пока еще на YOLO V3, и у них в алкаритме использовалось несколько моделей для распознавания разных графов. Я, в свою очередь, взял их дата-сет, потому что, на первый взгляд, если кто-то знаком с Computer Vision и со всеми его задачами, вы можете посмеяться. 200 изображений как train-сет для любого алгоритма, будь то классификация, сегментация или обнаружение объектов, это просто смешной размер данных. Я изначально, когда приступал к этой задаче, даже не мог себе представить, что этого может быть достаточно для какой-либо точности. Но, как оказалось, у ребят была какая-то точность. Я взял их дата-сет и обучил на YOLO V5. Это в более современной архитектуре. На слайде мы можем видеть результаты метрики Min Average Precision на тестовой выборке. Как мы видим, у нас график представляет практически эталонное обучение любой нейронной сети, то есть плавное возрастание, и потом меняется значение незначительно вокруг какого-то оптимального. Итак, вот в результате этого обучения мы получили такую сетку, которая может как-то распознавать графы паспорта. На слайде мы можем видеть, как она обнаруживает отдельные графы, допустим, FMS, дата выдачи, код подразделения, фамилия, имя, отчество и так далее. То есть, вот, один из самых больших открытий в данном проекте, что для определенного рода задач, когда она легко формализуется для сетей, достаточно будет даже такого маленького сета, чтобы с нуля обучить и получить достаточно высокую точность. Окей. Далее. Ранее я озвучил, что паспорты могут быть сфотографированы в разных ориентациях, под наклоном, под 90 градусов и так далее. То есть, нам надо в итоге каждый паспорт приводить к определенному виду, как вот было на предыдущем слайде, то есть, вырезать полный разворот, чтобы нейронка справлялась лучше. И мы обучали, по тому же принципу решили обучить, конечно, распознавание углов паспорта. То есть, никакого нового датасета, опять же, у нас нет. Мы взяли просто те же 200 картинок, которые напарсили с угла и уже разметили его на распознавании шести ключевых точек на паспорте. То есть, это крайние углы разворота и две центральные точки. Вот на графике вы можете видеть серым, как обучалась уже вот эта сетка, которая просто обнаружит эти шесть точек в разных ориентациях любых. Как можем видеть, метрики значительно ниже и обучалась она дольше. То есть, она дольше выходила на свое оптимальное значение. Опять же, когда мы работали с ребятами, изначально, если поставить максимальное количество эпох от 100, то кажется, что сеть вообще обучилась отвратительно и метрика очень низкая и все плохо и метод не работает. Но стоит отметить, что когда мы обучали графы паспорта, граф сам по себе это довольно с большой площадью объект, а здесь мы пытались обучить точки, но для сети YOLO V5 нету таких объектов, как точки, мы просто обучали маленькие квадраты. Не помню точно, по-моему, размером 20 пикселей сторона. И это, опять же, влияет на метрику, поэтому я не удивился такому низкому значению метрики, но в конечном итоге она обучилась, на какое-то оптимальное значение вышло, там 0.6, даже 0.7 Min Average Precision по всем классам средним. и получили такие результаты. Вот слева, допустим, мы видим паспорт, там повернутый условно, по-моему, на 45 градусов, и вот мы можем видеть, как распознался левый угол, верхний, правый, левый по центру, правый по центру, нижний и правый. Окей, все здорово, но в этом примере у нас видны все углы паспорта, и нейронки легко с этим справляются. Но что, если у нас изначально паспорт сфотографирован так, что у нас не видны эти концы? Например, как с примером справа, где у нас Тирион опять же, у нас, допустим, здесь вообще только три точки она может обнаружить по какой-то причине, а верхний, верхний, левый, правый, нижний, правый она вообще не видит. Что делать в таком случае? В таком случае у нас такая некоторая евристика была применена, то есть, когда обнаружены четыре верхних точки, мы по ним выравниваем паспорт, а нижняя часть идет слегка за верхней. Когда обнаружены четыре нижних точки, мы выравниваем паспорт по нижней части, а верхний идет за нижней просто, повторяет преобразование. А вот в случае же вот с этим паспортом справа у нас имеется только три точки уверенных, по которым мы можем что-то судить. И здесь мы используем по двум точкам, просто берем прямую, определяем ее на оклон относительно условного горизонта и так понимаем, на какой примерно угол повернут паспорт. Это не идеальное преобразование, но это является в целом достаточным, если паспорт не сильно наклонен относительно фотографии, если его основной угол у ворота вокруг центра. И у нас последняя задача, которую я озвучивал ранее, распознавание символов, то есть поэтапно. Мы определили ориентацию по точкам, выровняли паспорт, на нем нашли графы, то есть отдельные куски изображения с нужным текстом. И что нам теперь делать? Надо нам на каждом из этих кусков изображения обнаружить и распознать текст, который там написан. и сохранить его в джессон. Вот, как бы, задача решена. Казалось бы, Tessoract изначально хорошая сетка и работает адекватно, но когда дело касается бликов, плохо сфотографированных паспортов и разных смазанных шрифтов и так далее, он ошибается и нередко. И даже странно, что довольно часто может ошибаться в цифрах, не только в символах кириллица, но и в цифрах. Я пробовал разные OCR-библиотеки, OCR-системы, и одна из них также была Easy OCR. Это конволюционная нейронная стетка, тоже обычная, но обученная на обнаружение и распознавание символов. У нее, как казалось, есть также веса для русских букв, и я ее использовал для этой задачи. В итоге, при сравнении я не смог выявить, какая из них действительно лучше во всех кейсах отрабатывает. Я просто применял такую юристику, что получилось, что Easy OCR намного лучше работает с числовыми символами, а Tesseract отчасти лучше отрабатывает и на символах просто кириллицы. И я написал такую программу, в которой последовательно, если что-то адекватное обрабатывает в числах Easy OCR, то Tesseract не пытается даже эти числа обработать, мы сохраняем результат. А для кириллицы, наоборот, сначала пытаются Tesseract обработать, если там обнаружил достаточное количество символов, то Easy OCR не вступает. Если не обнаружил, Easy OCR пытается перепроверить Zesseract, но таким образом пытался повысить точность. Также была применена некоторая ивристика для дат, потому что мы знаем, что у нас дата это не просто рандомные числа, а дата это у нас числа с определенными свойствами, например, первые два числа это число месяца, которое не может быть больше 31, вторые два числа это число месяца, также от 0 до 12, третье число год. Допустим, год у нас ни выдача, ни рождения явно не может быть больше, чем 2021. Также явно скорее всего не будет ниже, чем 1800 какой-нибудь. Вряд ли такие старые паспорта где-то сохранились. И применяя вот такие ограничения, тоже удалось повысить некоторую точность. Однако, однако, осталась у нас ключевая проблема все-таки с распознаванием слов и с распознаванием именно фамилии, имя, отчества. То есть, сетка работает неплохо, но когда берет слово целиком, она в одном символе в целом может ошибиться, если они похожи друг к другу по начертанию, если еще немного смазанная фотография, это для нее непростая задача. Например, как внизу у нас романок. К в некотором роде очень сильно похожа на В, и если под определенным углом с бликом сфоткать, сетка может перепутать. Как эту проблему решали и как мы повышали точность в этом случае? В этом случае было решено применить базы данных, огромные базы данных фамилий, имен, отчеств. То есть, для фамилии у нас была применена база данных 300 тысяч фамилий российских и также немного ближнего зарубежья, имена, 3000 имен и отчества, 4000 отчеств. Как же мы применяли эти базы данных, как это работало? Допустим, опять на примене с романок. У нас, допустим, Тессеракт распознал такую фамилию, как романок. Такой фамилии не существует, но мы можем попытаться найти похожую фамилию в большой базе данных. Мы это делаем. У нас есть такая метрика расстояния Левенштейна. Мы сравниваем каждую фамилию с тем, что распозналось. Обнаруживаем, что ближайшая фамилия, допустим, у нас Романов, и она реально существующая, поэтому она и в базе, и поэтому у нас результат распознавания заменяется на Романов. Так мы исправляли вот эти три графа. Но тут у нас еще одна проблемка возникла. Ладно, имя, отчество там три-четыре тысячи не так долго обрабатывается, но что нам делать, когда у нас фамилии целых 300 тысяч и применять расстояние Левенштейна, то есть каждый раз рассчитывать его, довольно трудозатратно даже для процессора, и получилось, что на фамилию уходила одна секунда. А это непростительно, потому что у нас ограничение у клиента было исполнение с ГПУ две секунды, а это вычисление на ГПУ адекватно не переносится, и получается у нас половина времени затрачивалась бы на сравнивание с базой, что неприемлемо. Для многих будет полезно узнать, как мы это решили. Есть такая библиотека SimSpell, она как раз помогает таким задачам довольно быстро умеет сравнивать с большой базой данных. Основная ее фишка в том, что она заранее генерит словарь, в котором сравнивает слова друг с другом. То есть каждое слово в словаре сравнивает с каждым словом в словаре. И просто записывает количество удалений, то есть букв, сколько нужно удалить из одного слова, чтобы получилось другое. И то есть у нас, допустим, если база была из 300 тысяч, у нас получается таблица 300 на 300 тысяч, но у нас имеются ссылки, и по этой таблице, она уже заранее просчитана, гораздо быстрее выполнять поиск и сравнение слов. И тем самым скорость, ну, библиотеки обещают даже до миллион раз, но в нашем случае у меня с одной секунды до одной тысячной вполне смогло уменьшиться, что было прекрасно, и в итоге в метрику по скорости мы попали. И что в результате? То есть в результате мы распознаем ориентацию, распознаем графы, по этим графам распознаем сами символы, которые должны быть. И вот некоторые тесты, которые мы проводили на датасете, который был собран уже после, вы можете видеть на экране. То есть символная точность примерно 97%, 67% из 110 паспортов было полностью распознано верно, и на большинство паспортах, то есть на 85%, 98% по символной точности. И дальше определена статистика по отдельным графам. В целом у меня все по данному проекту. Что я готовил, то я рассказал. Если есть у кого какие-то вопросы, милости просим. Максим, добрый день, меня зовут Александр, я специалист сектора защиты информационных систем, то есть спецификой моей работы является информационная безопасность, но по поводу конфиденциальной обработки и хранения информации и передачи я не буду вас спрашивать, потому что это достаточно специализированная вещь, и скорее всего она там строилась на политике безопасности с вашим клиентом. Меня интересует следующий вопрос. Смотрите, мы же все говорим о том, что мир достаточно очень крепко развивается и взаимосвязи, наше взаимодействие не ограничивается только лишь ближним зарубежием, Белоруссию, Литвой и так далее, где примерный формат паспорта похож на российский, допустим, белорусский похож на российский. Так вот, скажем, видите ли вы в перспективе выход на дальнее зарубежье, где у нас есть оригинальные ID-карты, где-то, дай бог памяти, вот, посчастливилось мне видеть в океане паспорт моряка в свое время. Это совсем другого формата документы. Можно ли адаптировать систему под реалии международных паспортов либо каких-то документов, для того, чтобы она таким же образом распознавала? Это очень интересно узнать, потому что в действительности проект, который вы сделали, это интересно. Хотелось бы немножко подчеркнуть, актуально ли это для международного рынка? Я думаю, что да, безусловно, актуально, но речь тут о адаптации не идет. Как правило, вот такие системы компьютерного зрения в частности, они не любят, когда их пытаются расширить на целый ряд похожих задач. Чаще всего просто делают похожую систему, возможно, с такой же архитектурой, но которая будет заточена под другой вид паспорта, под американский ID, например. ничто не мешает распознавать те же самые графы, но нужны другие языковые модели и нужна другая модель, которая обнаруживает иные графы на снимке. То есть это будет отдельный проект, отдельное обучение под уже специфику того документа, который есть в другой стране, правильно? Да. Хорошо, Максим, коллеги, может быть, ребята, давайте откроем еще YouTube, там есть комментарии, может быть, кому-то достаточно узко интересно узнать какие-то подробности, если есть возможность посмотреть. Есть у нас вопрос, Максим, мистер Ланчелот пишет, кто потенциальные потребители вообще в целом такого рода проектов, и можете ли вы достичь 100% точности? Ну, сразу могу ответить на второй вопрос. Сейчас никакая, мне кажется, система машинового обучения не может гарантировать стопроцентной точности, потому что нельзя покрыть все возможные кейсы, которые в мире могут существовать. В любом случае может найтись такой случай, на котором система может дать небольшой, но сбой, то есть 99.99, но когда-то она все равно может ошибиться. Это на второй вопрос. На первый вопрос, в данном случае потребителями данной системы могут быть в том числе и университет и различные страховые организации, в целом все организации, которые занимаются какой-то работой с клиентом, клиентам которых необходимо предоставлять паспортные данные, потому что очень много времени уходит у таких фирм на ручное вбивание данных паспортов. Максим, еще вопрос от себя. Смотрите, давайте разберем немножко другую специфику, специфику конвейера, где у нас есть некие продукты какой-то компании, которые очень быстро двигаются по конвейеру и тоже необходимо такого рода обучение для того, чтобы, ну вот скажем так, у нас есть представим пачки чипсов, которые едут и пачек имеют дефекты на упаковке, название не через буковку L, а через буковку V, ее необходимо пустить по другому пути, то есть в брак. Такого рода вообще в целом были ли у вас проекты, рассматривали ли вы инициативу такого рода? Я работал на проекте по обнаружению дефектов для авиакомпании, обнаружение дефектов на лопасти авиационного двигателя, но я думаю, ваш пример с пачками чипсов недалеко от этого уходит. Весь вопрос упирается в то, что увидит ли сенсор, который будет использовать этот дефект, будет он ли различим на снимке или на какой-то камере, и человеческим глазом, если это видно, это различие, допустим, перпендикулярный какой-то вид. Если так, то возможно обучить систему на этих данных, и это будет работать. В целом, нам нужно всегда получать достаточно очень хорошее, качественное изображение, для того, чтобы сама система определяла. Хорошо, еще есть, кстати говоря, вопрос, какие в целом виды документов вы еще пробовали для распознавания? На данном проекте пока не пробовали ничего, но я знаю, у нас разработка ведется в университете по распознаванию дипломов. Также в будущем рассматриваем распознавание с НИЛС. В целом, как бы вопросов у меня нет, тогда Ольга, я передаю тебе слово для того, чтобы представить. Максим, огромное спасибо. Спасибо, Максим.